И на прошлое воскресенье я проповедовал на тему горшка о том, что на самом деле Бог нас как горшки обжигает, Он наш горшечник. И для того, чтобы нас использовать, Он нас помещает в такие услуги, где нас обжигает огонь Святого Духа. И вы знаете, это тоже процесс смирения, и в этом огне сгорают наши какие-то амбиции, сгорает наше эго. И я хочу сказать, даже сгорают наши какие-то желания и наши человеческие мечты. И это тоже надо смирение. Если я скажу Господь, я больше не хочу, да, знаете, я когда-то открывал домашние церкви в нашем городе, в нашей стране, откуда мы приехали из Казахстана, когда пришел в один дом, и мы начали там домашку, и семья согласилась, приезжайте к нам, мы очень рады. Вот люди хорошие начали приходить, соседи подтянулись, мы молимся вместе, наверное, это прекрасно. И потом, через какое-то время, начались испытания. То есть в семью пришли испытания, начались какие-то проблемы. Они у меня спрашивают, пастор, а что происходит вообще? Почему у нас там как-то проблемы какие-то появились, что-то навалилось на нас в последнее время? Я говорю о том, что каждому христианину надо пройти этап смирения, то есть нужно пройти какие-то испытания. И вы знаете, что они мне сказали? Они сказали, пастор, извините, нам проблемы не нужны, мы не хотим этого. И они отказались, то есть они попросили, чтобы я к ним перестал приезжать, потому что они не хотят проблемы. И вы знаете, сегодня есть такое движение, к сожалению, в церкви, что люди приходят в церковь для того, чтобы что-то получить от Бога, что-то получить хорошее, достаток, чтобы бизнес хорошо пошел, свою половинку найти, чтобы Бог помог. И они это вымаливают, они это получают, и что потом? И они уходят. И вот это очень печальная картина. Потому что эти люди на самом деле не поняли главного. Они просто не захотели пройти испытания, не захотели остаться вот в этой печке, не захотели пройти до конца, чтобы на самом деле выйти из этого огня уже готовыми такими испеченными горшками, которые Бог бы мог бы использовать, закаленными. И поэтому Павел пишет, они ушли от нас, потому что не так познали Христа. В церковь мы приходим, я хочу сказать о том, что не приходите в церковь, будьте церковью. Потому что церковь это мы. Бог говорит, вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас. Это евангельская истина. Мы не ходим в церковь, мы церковь. И церковь, она призвана на самом деле ходить. И поэтому это довольно ошибочное мнение о том, что я приду в церковь. И на самом деле, основное, что нам очень важно уяснить о том, что церковь, мы есть церковь, и мы есть церковь только тогда, когда Христос живет в нас. Только тогда мы церковь. Когда мы просто используем имя Иисуса Христа для каких-то своих амбиций, то мы не церковь. Мы можем называться христианами, но это псевдохристианство. Но я хочу сегодня сказать радостную такую новость. Вот Иисус Христос говорит такую фразу. Если ты что-то попытаешься сберечь для себя, ты это потеряешь. Если ты это потеряешь ради меня, говорит Иисус Христос, то ты это сбережешь. Я хочу сказать о том, что для себя я получил такое откровение. То есть Бог проводит меня периодически через какое-то горнило уничижения. Петр пишет, огненное искушение для вас странного. Не чуждайтесь, проходите вот этот путь смирения, потому что ваша вера должна быть испытана. И я для себя открыл. Это мой опыт, это мои переживания, и это мои заключения на основании того, что я уже имею. В тот момент, когда я имел какую-то мечту, я сегодня не говорю о том, что не мечтайте. Мы призваны мечтать. Хотя в одном месте написано, не мечтайте о себе возлюбленного. Есть ли здесь противоречия? Я хотел бы сегодня вот эту мысль прояснить. Мечтайте. Мечтайте, потому что мечтать это прекрасно. Человек не может жить без мечты. У каждого человека должна быть мечта. Но в какой-то определенный момент вам надо понять и осознать о том, что вы сами этой мечты никогда не достигнете. И даже в тот момент, когда вы ее достигли, своими человеческими усилиями вы не сможете ее удержать. Потому что это нам не по силам. Но в тот момент, когда вы скажете, Господь, у меня есть мечта, но я понимаю, что если это тебе не угодно, пусть это лучше просто уйдет из моей жизни. Но если это угодно тебе, если твоя воля, пусть это придет в мою жизнь, но я хотел бы, чтобы это пришло от тебя. Я просто вручаю свою мечту тебе, в твою руку, Иисус Христос. Потому что я хочу, чтобы в моей жизни было все по твоей Божьей воле. Есть мечты, которые не угодны Богу. Есть мечты, которые соответствуют Божьей воле. И только в тот момент, когда мы говорим, Господи, я теряю это ради тебя. В этот момент что Иисус делает? Он забирает все из нас человеческое. То есть моя мечта, она как человеческая погибает, но в мою жизнь приходит Божья мечта. То, что Он мечтает о тебе. Слышите меня, да? То, что Бог для тебя приготовил. И вы знаете, это несравненно. То есть Библия даже говорит о так. Не видел того глаз. Не помышляло сердце человека о том, что Бог приготовил возлюбленного своим. То есть мы даже не можем себе такого представить. Когда я отказываюсь от какой-то своей мечты, через какое-то время Бог мне преподносит свою мечту. Когда я отказываюсь от своей воли, Бог приходит со своей Божьей воли. И я вижу, что это несравненно лучше для меня. Для меня это есть благо. Для меня есть благодать. И для меня это стал принцип моей жизни. Когда я начинаю о чем-то опять мечтать, говорю, Господи, ну лишь бы это не было моим каким-то человеческим желанием, чем-то каким-то душевным, да, каким-то плоским, чтобы это не было каким-то соблазном, я это просто отдаю в твою руку. Я хочу, чтобы вот эта мечта, она просто ушла куда-то, да. Иисус Христос говорит, если вы что-то на этой земле посеяли, да, отказались, отреклись от чего-то ради меня, вы в этот же момент обретаете там на небесах. Говорил так Иисус? Вас сто крат больше приобретаете себе братьев и сестер там в Царстве Божьем. Это слова Иисуса Христа. Поэтому, знаете, сегодня просто давайте вот мы вот на этой ноте, да, закончим о том, что испытание это не значит о том, что ну все, конец, меня там в печи сожгут, да, и там один пепел просто оттуда выйдет, и ничего не останется. Испытание это горнило уничижения, когда золото, которое есть мы в описании, оно семикратно очищается, и через это золото начинает изображаться образ самого Господа Иисуса Христа. Это очень хорошая переплавка, и это для того, чтобы мы стали чище. Потому что Библия говорит, что будьте святы, ибо я свят, говорит Господь. Без святости никто не увидит Господу. Так написано. Отказаться от своих желаний, отказаться от своих мечтаний. И Бог для себя тут же приготовит нечто лучшее. Аминь или не аминь. Хотите что-то получить от Бога? Потеряйте что-то свое. Просто потеряйте, скажите, Господь, я оставляю это ради Тебя, потому что знаю, что Ты приготовил для меня что-то лучшее. Аминь. Слава нашему Богу. И я хочу тоже Бога поблагодарить за то, что просто я сегодня стою перед Вами, потому что мне на этой неделе как-то вот одна женщина пришла, я делаю диагностику, и она говорит, недавно я совсем недавно пережила большой шок. Умер мой брат. Я говорю, сколько он? От чего он умер? Ну, говорит, ему было чуть больше 40, и умер он от инфекционного миокардита. То есть просто сердце остановилось. Я вдруг вспомнил, что еще в этом году зимой у меня был инфекционный миокардит, и мое сердце вот так переворачивалось в грудной клетке, и я начал паниковать, потому что, вы знаете, на самом деле, когда ты вот так сидишь и чувствуешь, как твое сердце вот так, а я же врач, да, я пульс себе щупаю, а сердце вот так, вот так вот, ну, просто бьется, просто полная какая-то аритмия, милю себе давление, то 140 на 90, то вообще там, ну, то есть меньше 90, там где-то 80 на 50. Давление вот так скачет, и я понимаю, что что-то не так, что-то со мной происходит. Ну, перенес там несколько инфекций, там, ну, был, короче, что-то такое, да, и я начинаю молиться, Господи, что такое, и просто начинаю там пить какие-то лекарства, да, просто вот, ну, и когда я получил для себя откровение, да, и просто, ну, делился об этом церкви, через какое-то время Бог меня исцелил, я хочу поблагодарить Бога за то, что Бог исцелил меня от страшного заболевания, которое западной медицины не лечит, не лечит вообще, и это благодаря, ну, для себя я получил о том, что какое богатство я делился о том, что я живу в Болгарии, именно в Болгарии растет вот такая травка, да, которая называется бабушкины зубки, да, вместе с боярышником, с листьями боярышника, дает какой-то невероятный эффект, и лечит в том числе и инфекционный миокардит, я поблагодарил Бога, и пробовать так и называется, благодаря цитатку за Болгарию, на болгарском языке, вы можете его слышать, на русском языке, я там благодарю за эту прекрасную землю, за возможность, что я живу здесь, за то, что здесь прорастает, и только здесь прорастает, такое лекарство, которое лечит вот это неизлечимое заболевание, и, конечно же, я верю в то, что это благодаря Богу. Сегодня у нас еще будет такое, чуть позже объявление, а моя супруга Наталья хотела сказать короткое слово перед пожертвованием. Пожалуйста, Наташа. У меня вчера сестра одна спрашивает, как к тебе обращаться, пастырь? Я говорю, ну, кто там матушка говорит. Только мать не говорите мне. Она говорит, ну, матушка тебе не подходит. Я говорю, не знаю. Гене говорю, я говорю, в принципе, в Библии не на эту тему не говорится ничего. У корейцев у них проще, у них самоним, муксаним, да, как-то там обозначают. Ну, не в этом дело. Это я так пошутила просто. У нас, знаете, слава Богу, я хотела поделиться такой радостью. Радость для меня – это больше действия людей. Нам позвонили с Казахстана, с той церкви, где мы, ну, последнюю церковь, где мы ставили, и сказали, что они нас приглашают и билеты оплачивают. И, знаете, прошло 9 лет, слава Богу, и я вижу, что это то, что мы жали. Я сейчас хочу засвидетельствовать не ради того, чтобы, ну, похвастаться, какие хорошие мы дела делали, а ради того, чтобы, ну, реально поделиться тем, что Бог дает, когда ты сеешь. Эклисиаст, 11 глава, 1 стих, написано, я думаю, вы многие знаете это место, «Пускайте хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Мы когда переезжали, Геннадий поставил там пастыря и сказал, что, ну, вот, год продержишься, я тебя рукоположу. И мы тогда подвязались нашей семьей выплачивать ему пособия. То есть, живя здесь, ну, кто переезжал, знает, да, первые годы, они самые трудные. И мы подвязались, и мы сдержали это обещание. Ровно год мы из своих финансов выплачивали ему пособия. Вот, он там продержался. Через год Геннадий приехал, рукоположил его. И, знаете, вот сейчас через 9 лет они впервые готовы оплатить. И, знаете, я радуюсь не из-за того, что, ну, билеты оплачивают, я рада из-за того, что люди и церковь созрели. Потому что на протяжении этих 9 лет они периодически к нам обращались, говорят, то зима холодная, денег не хватает на уголь, бизнесменов, говорят, нет в церкви. И мы, ну, по средствам, по возможности их благословляли, по побуждению тоже. И в этом году у меня такой раз, что все, ну, прекращай, достаточно. самостоятельный. И представляете, как я это получаю? Они звонят и говорят, мы хотим благословить. Мало того, мы хотим накрыть той. Ну, казахи знают, той – это большой стол. Позвать всех знакомых пастырей, устроить праздник. Вот. И, знаете, я хочу вас вдохновить. Сейте. Сейте свое время, свои финансы в людей. И даже 9 лет мы, ну, не видели особо, ну, мы и не ждали, в принципе, мы и не ждали ни отдачи, ничего. Но через 9 лет мы это получаем. Ну, и это здорово. Знаете, ну, кому-то нужно год для возрастания, кому-то 9 лет, кому-то 10, да? Кому-то всю жизнь. Да. Поэтому, знаете, Бог видит сердце. Если вы искренне, с искренним сердцем даете. И еще Бог нам тоже показал такое, знаете, служение, что это и для церкви, и для нашей семьи приглашать служителей, пастырей сюда, в Болгарию, которые устали, выхолощенных, и чтобы они здесь восстанавливались. И мы реально летом мы приглашали, мы оплачивали одним служителям дорогу проживания церкви и брали семьи, которые мы с нашей семьей финансировали отдельно, вне зависимости от церкви. И, вы знаете, Бог благословляет. Никогда ни в чем мы не нуждались, а наоборот. Даже, знаете, в этом году я думаю, опа, мы, кажется, прошлое лето пропустили, мы никого не пригласили, да. Думаю, надо молиться, чтобы Бог показал. Мы это не афишировали, но опять-таки я это говорю для того, чтобы вдохновить вас. Сейте хлеб, он потом, то, что вы сеете, через время к вам придет и вернется. Причем Бог сказал в 30, 60 и во сто крат. Это духовный закон. Вот. Ну, это немножко я так хотела вас вдохновить перед пожертвованиями. Мы еще споем один псалом и после него помолимся за наши финансы, чтобы Бог их приумножил. Я хочу. Я хочу. Увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я хочу исполнить волю твою, я хочу исполнить волю твою. Прошу, макроби меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти своих путей. Очисти меня кровью Своей, И дай мне сойти своих путей. Очисти нас, очисти нас, очисти нас. Я хочу исполнить волю Твою, Прошу, ограби меня своей кровью, Я хочу увидеть славу Твою, Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить, Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Я без Тебя не знаю пути, Куда мне идти и как мне жить, Прошу, научи меня любить, Как любишь Ты. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Научи нас сеять в Тебя, Господь. Научи нас сеять в Царствие Твое, Господь. Аллилуйя, Отец. Потому что наша жизнь, она, Господь, временная, Господь. Аллилуйя, Отец. Но только у Тебя вечность. Дай нам сегодня инвестировать в Царствие Твое, Которое вечное, Господь. Дай нам сегодня инвестировать в Твое тело, Господь, Которое вечное, Господь. дай нам сегодня вкладываться твое слово которое вечно иисус аллилуйя тессана слава тебе каждый раз когда мы отказываемся от чего-то своего господь очень мы приобретаем этот раз божий господь очень каждый раз когда мы господь очень отрекаемся господь отчет своих желаний наша жизнь приходит божье желание божьей мечты о нас господь божья воля нас божий план для нашей жизни он намного лучше господь чем наш план как бы он хороший не был твой план намного лучше прямо сейчас я просто отказываюсь отрекаясь от всего своего господь когда-то послал павел писал все что раньше для меня было преимуществом сегодня почитать щитой ради превосходства познания господа моего иисуса христа ради него я всего отказался и что может меня отлучить от любви божьего христи иисусе не смерть не нагота не ангелы не силы не настоящий не будущее ничто не сможет отлучить меня от любви божьего христи иисусе потому что любой позже то самое высшее показ самое прекрасное что только может быть у человека божья бесконечная любовь которая пролилась наши сердца уже пролилась две тысячи лет тому назад и она льется еще любовь христа любовь христа любовь христа велика велика господь очень спасибо тебе дай нам ухватиться за это господь не дай нам пытаться любить свою любовь дай нам как апостол павел воскликнуть я люблю вас любовью иисуса христа спасибо тебе господь очень пусть нашей жизни придет праздник праздник святого духа когда мы господь очень отказываемся от чего-то и мы получаем твое это великий праздник когда мы господь получаем такой навык опыт каждый раз отказываться от чего-то своего и говорить не моя воля божья но твоя да будет да будет мне по слову твоему да будет все по воле твоей в этот момент я самый богатый человек потому что я твой иисус и ты мой аллилуйя отец я божий все то что у бога мое пусть этот обмен происходит постоянно господь очень аллилуйя отец взиме просто возьми все мое господь очень аллилуйя отец и слово божье говорит что мы и сами не свои но божьи аллилуйя слава тебе господь очень мы благодарим тебя за твой славное присутствие на этом месте спасибо тебе за твою силу господь отличи за твою благодать господь очень на этом месте за то что каждый раз объединяешь нас даешь нам осознавать себя как одну единую земью господь о жалеarch hustru ола тебе господь за твое мощное помазание господь в качеature учат нас которые двигают нас который господь очень аллуйя отец каждый раз господь introduce каждый раз господь побуждает нас чему-то хорошему сделать какое-то благо своему ближнему просто подойти сказать какое-то хорошее слово просто благословить его просто поддержать его просто помочь просто обогреть просто накормить аллилуйя те слова тебе господь и отец времена испытания приходят болгарию дай нам оказаться достойными достойными тебя потому что испытания это хорошо испытание мы становимся креми воспитанию и становимся тверже господь испытани его становится сплочен как одно единое целое одна душа одно сердце господи хвала тебе мы graduate за эту страну мы благословим более мы план заняты президента болгарии вы благословляем кабинет министров Господь. Всякая власть, Господь, она приходит от Тебя, Божия. Аллилуйя, Отец. И всякий народ достоин того Царя, которого имеет, так говорит Твое святое Слово, Господь, Аллилуйя, Отец. Мы заслуживаем того Царя, которого мы имеем в этой стране. По нашим молитвам, по нашей вере это все, по нашему упованию на себя, Господь, Аллилуйя, Отец. И мы знаем, что когда мы возложим на себя полное свое упование, Господь, всю свою надежду, Испытанную веру, Господь, Ты поставишь здесь своего помазанного, помазанного царя, сердце которого полностью целиком будет Твоим, сердце которого будет послушно Тебе, Аллилуйя, Отец, Оссана, Слава Тебе, пусть христиане входит, Господь, в парламент в этой стране, пусть живые христиане, Господь, Будут советниками царя, пусть сам царь, Господь, станет живым христианином, сыном Твоим, Господь, Дай рождение священия, Хвала Тебе, Господь, просто благословляю, Аллилуйя, Отец, Слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Иисус, Благодарим Тебя, Господь, Иисус, Аллилуйя, Господь, Иисус, Аллилуйя, Слава Тебе, Господь, Иисус, Аллилуйя, и может как раз в тему у нас приближается, я уже половину на болгарском говорю, наближала, да приближала, потому что периодически приходится проповедовать на русском и на болгарском языке. И сегодня мне предстоит еще поездка в Бялу, и там буду проповедовать также в новой церкви, которую мы ставим там совместно с болгарской церковью. Вот, просьба молиться. На следующей неделе, в четверг, пятница, суббота, воскресенье, да, это будет 26, 27, 28, 29 октября, у нас будет семинар, который будет проводить один мощный служитель, который приедет к нам из Москвы, и этот семинар будет называться «Кузница мужчин», он будет для братьев вот, из болгарской, из русской церкви, русскоговорящей, и у всех желающих будет возможность туда поехать, и я хотел брата Сергея попросить немножко рассказать про этот семинар, пожалуйста. Давайте поприветствуем Сергея, и мы уже заканчиваем. Это уже у нас объявления пошли. Здравствуйте. Мужчины есть в зале? Есть. Ага, рук нету, значит, надо ехать, чтобы стать мужчинами. На, шутка. Ну, могу сказать по собственному опыту, что когда мы отделяем себя от, ну, из всех процессов, вот, я понимаю, что у всех есть какие-то работы, есть семьи, есть дети, но ну, они всегда будут, и они всегда будут, ну, как бы, нашей обязанностью. Но если мы найдем это время, отделим себя от этих процессов, то по своему опыту могу сказать, что, ну, после этого много изменений приходит в нашу жизнь. И там, когда нет суеты, когда нету мобильных телефонов, это среди гор, среди природы, ну, там по-особому просто мы можем услышать Бога, мы мы можем обновить наши отношения с Ним, мы можем по-новому как бы узнать про себя, потому что здесь, ну, в суете, ну, в этом мире, как бы, без отделения, без тишины, без этого времени, ну, мы даже мало себя знаем вообще, и не знаем, ну, как бы, это все, оно нас уводит все время в сторону, пытается нас отвлечь от нашего призвания, от нашего предназначения, и только во время вот такого, ну, отсоединения можно, ну, услышать действительно Бога, услышать, для чего каждый из нас призван, предназначен, и я не буду вас мотивировать, ну, потому что единственная наша мотивация это Иисус Христос, ну, и слушайте свое сердце, у кого есть сердце, помолитесь, ну, кто, как бы, я, слышал всегда, но если есть какое-то событие, я молился, просил Бога, ну, надо мне там быть, не надо, ну, я обычно получал подтверждение, и к одним относился ровно, а к другим, ну, именно горело внутри, и где горело, ну, я ехал туда, и после происходили сильные изменения, так что призываю вас помолиться, послушать Бога, послушать ваше сердце, и, ну, я думаю, будет хорошее время, там, ну, очень много тем будет затронуто, про вообще жизнь мужчины, про раны различные, потому что многие, ну, много чего нас сдерживает, идет из нашего детства, соотношений с нашими родителями, чтобы сейчас мы также понимали, как относиться с нашими детьми, к нашим детям, к нашим женам, ну, быть мужами, главами семейств, ну, так, в четверг мы выезжаем вечером, заселяемся, и в пятницу с утра начинаем, там, стоимость участия 65 лево, три ночевки, и еда, все включено, так что добро пожаловать, кто желает, ну, подходите, записывайтесь, спасибо, слава Господу. Спасибо. Сестры решили тоже время не терять, на следующую субботу, 28-го, если можно на проекторе объявление вывесить, 28-го октября, в субботу, будет семинар для сестер, который, как будет называться, что-то, этика одежды, и аксессуары наше все, наше все, а, и аксессуары наше все, наше все, это по-одесски, по-одесски, так, хорошо, что я был в Одессе, немножко подготовлен, еще объявление, вторник, четверг у нас с половины девятого, ну, уже там до десяти где-то, с четырех до пяти семинар будет, в сладкарнице, да, здесь, да, приглашайте всех, женщин, сестер, на этот семинар, с четырех до пяти, вопросы, да, подготовьте вопросы, хорошо, украшения, хорошо, приходите, сестры, приглашайте всех своих друзей, знакомых, соседей, вторник, четверг у нас проходит молитвенное служение, разбор слова с половины девятого по половиной десятая, по пятницам у нас проходят братские молитвенные, проходят с восьми до девяти, и в следующее воскресенье с двух часов дня, как всегда, да, как у нас уже завелось, будет следующее богослужение, давайте мы поднимемся, прочитаем молитву Отче наш, можно и по памяти уже, да, потому что там на проекторе уже сегодня решили ничего не показывать, давайте, три-четыре, Аминь, Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами, Аминь, благословляйте друг друга, приветствуйте, скажите что-то хорошее, благослови, благословляйте, 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 благословляйте,